В Узбекистане сегодня пройдут похороны первого президента республики, ислама Каримова. В стране объявлен трехдневный траур. Каримов скончался накануне, на 79-м году жизни, и похоронит его по мусульманским обычаям в родном для него Самарканде, где покоятся его родители. Тело президента доставили туда самолетом из Ташкента. Тысячи жителей столицы Узбекистана вышли на центральные улицы, чтобы проститься с исламом Каримовым. Вдоль дороги, в которой будут его везти, очень много людей, очень много полиции. Через каждые 10 метров буквально стоит эта очень длинная улица, там от его резиденции до аэропорта очень много людей с цветами, в основном в костинках, в белых рубашках. Ислам Каримов провел в состоянии так называемой комы третьей степени почти неделю. У него случился инсульт. Президента Узбекистана доставили в центральную клиническую больницу в Ташкенте в бессознательном состоянии еще 27 августа. Официальную делегацию России на похоронах Каримова возглавит премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Ислам Каримов ушел из жизни на 79-м году. Он был бессменным лидером Узбекистана более 25 лет. Политический марафонец – один из самых сильных диктаторов. Так мировая пресса называла единственного и бессменного президента Узбекистана Ислама Каримова. Этот пост он занимал с марта 1990 года. Дольше, чем любой другой руководитель бывших союзных республик. Вряд ли мальчик из Самарканда, рожденный в семье простого служащего и домохозяйки, мог предположить, что его жизнь сложится таким образом. Но судя по золотой школьной медали и двум дипломам советских вузов – технического и экономического – ко взрослой жизни Ислам Абдуганиевич готовился тщательно. Трудовая карьера началась еще в 1960-м на Ташкентском машиностроительном заводе. Каримов от помощника мастера дослужился до ведущего инженера-конструктора. На этой должности его заметили и начали продвигать по партийной лестнице. Сначала он работал в республиканском госплане, затем возглавил Министерство финансов Узбек в СССР. Каждаринского обкома, а еще через три года – первым лицом в Среднеазиатской республике. После развала Союза, благодаря своему опыту и репутации, Каримов избрался на пост президента. И с тех пор выигрывает каждые очередные выборы. За более чем четверть века политик прошел через теракты, вызванные разногласиями с некоторыми религиозными лидерами, покушения, в конце 90-х Каримов чудом не пострадал при взрыве в Ташкенте и многочисленные информационные атаки. Президента Узбекистана обвиняли в излишне жестокой позиции по отношению к конкурентам. Также пресса не раз сообщала о резком ухудшении здоровья Каримова. В копилке личных достижений Каримова – десятитомник политических книг, посвященных родной стране, звание почетного гражданина Сеула и почетного профессора МГУ, множество орденов и других государственных наград. У политика – сын от первого брака и две дочери от второго. Они подарили Исламу Абдуганиевичу пятерых внуков. Каждое первое сентября в Узбекистане проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости страны. Президент республики всегда в первых рядах, рядом со своим народом. В этом году четвертьвековой юбилей, но политик его пропустил. Менее чем за неделю до праздника прессу просочилась информация о том, что президенту срочно понадобилось полное обследование и консультации иностранных врачей. Валерия Попова, Life.